Россия развенчала имидж наемников, плачущие сверхчеловеки. Александр Ставер в военном обозрении за 20 марта 2022 года. Войско, которым государь защищает свою страну, бывает либо собственным, либо союзническим, либо наемным, либо смешанным. Наемные и союзнические войска бесполезны и опасны. Никогда не будет ни прочной, ни долговечной та власть, которая опирается на наемное войско. Ибо наемники чистолюбивы, распущены, склонны к раздорам, задиристы с друзьями и трусливы с врагом, вероломны и нечестивы. Поражение их отсрочено лишь настолько, насколько отсрочен решительный приступ. В мирное же время они разорят тебя не хуже, чем военная неприятель. Никола Макеавелли, 1513 год, опубликован в 1532, трактат «Государь». Я не случайно начал материал с такой цитаты Макеавелли. Иногда стоит почитать мысли философов прошлого, особенно тогда, когда принимаешь решение, от которого во многом зависит жизнь государства и народа, который дал тебе власть. Именно такое решение принес Зеленский незадолго до начала спецоперации России. Я о наемниках на территории Украины. Понимаю, что сейчас читатели начнут меня поправлять, называя конкретное число, когда Зеленский объявил о создании Международного легиона. Увы, но факты говорят о другом. Решение об использовании наемников принималось до начала операции РФ. Чтобы это понять, достаточно почитать украинскую прессу до 24 февраля. Напомню о 200 наемниках из Хорватии. То, что наемники воевали на стороне ВСУ с 2014 года, не секрет. Сегодня разговор не о них. Это были либо националисты из других стран, либо откровенные фашисты, либо просто юнцы, которые насмотрелись голливудских фильмов и наслушались Укра-СМИ. Юридически их, конечно, можно называть наемниками. Все-таки они получали какие-то деньги за службу, но фактически это те же добровольцы. У большинства даже не было цели заработать много денег. Сегодня речь о настоящих наемниках, для которых убийство всего лишь способ заработать. Тех, кого называют дикими гусями. Кто и зачем приезжал на Украину? Действительно, вопрос довольно интересный. Укра-СМИ пишут о ветеранах спецназа различных стран, которые прошли через многие горячие точки. О самом великом снайпере из Канады. О группах ветеранов из особо секретных подразделений Британии, США, Германии и других стран. Российские СМИ рассказывают о головорезах из Хорватии, добровольцах из Прибалтики, Польши и Италии. Мы не отрицаем наличие у них боевого опыта. Но какого? Афганистан, Африка, арабские страны. То есть опыт войны против малоподготовленных отрядов местных ополченцев при тотальном превосходстве в боевой мощи и оснащении армии. Что мы имеем по факту? Я не буду сегодня касаться тех специалистов, о которых писал недавно. Тех, кто должен проводить диверсии на объектах, где обычный специалист ничего не сможет сделать, например АЭС. Думаю, что такие специалисты пребывали задолго до начала распиаренной кампании под названием Международный Легион. Поговорим о тех, кто активно пиарился на своем решении поехать на Украину. Сегодня в сети достаточно много видео, снятых этими наемниками. Не скрою, само наличие этих видео говорит о том, какие это специалисты. Наемник не та профессия, занимаясь которой стоит светить свою морду лица в интернете. В большинстве своем, те, кто приехал на Украину, жертвы СМИ и интернета. Всех этих сказок о пьяных русских, которые вооружены старыми калашниковыми, и только тем занимаются, что разыскивают водку в магазинчиках украинских поселков и городов. Сказок о превосходстве западного оружия, западной демократической идеологии. Сказок о том, что русский это недочеловек. То, что такая пропаганда прекрасно работает для украинцев, мы знаем. Вчера я смотрел видео, снятое местными жителями, о засаде территориальной обороны на российскую колонну. Лес, в котором у каждого дерева стоит приготовленная бутылка коктейля молотова и трупы. Зрелище, прям скажу, негероическое. Много трупов молодых и взрослых мужиков, которые решили провести операцию в стиле белорусских партизан времен Великой Отечественной. Повалить перед первой машиной дерево и закидать колонну коктейлями. Вот они, жертвы сказок в сети. Реальные жертвы, невыдуманные. Оказалось, что информационная блокада Запада работает. Украинская пропаганда прекрасно действует и на западные мозги. Мощь турецких БПЛА, американских дживелинов, украинских ВСУ против беспомощных русских. Как пиарили свое оружие западные будущие герои. Они ведь правда были уверены, что воевать будут с солдатами из Второй мировой. Видео, часто фейковые, разгромленных колонн боевой техники, сбитых вертолетов и самолетов, погибших. Опять чаще фейковых солдат создавали ощущение, что это даже не война, а прогулка на сафари, на отстрел русских, которые кроме древних автоматов и еще более древних пушек и танков, не умеют пользоваться ничем и не имеют ничего. Уверен, что большинство читателей уже смотрели видео бегущих из Украины бравых охотников на русских. Заметили некоторые странности в таких видео. Те, которые присутствуют в большинстве комментариев. Между размазыванием соплей и взглядом побитой собаки наемники хвалят российскую армию. Казалось бы, молодые амбициозные мужчины, избравшие путь наемников, должны говорить о случайности попадания, о невезении, о предательстве в штабах, наконец. Но что мы видим в реальности? Они восхищаются мощью, точностью и силой ударов армии РФ. Даже результативностью. Там были американцы, британцы, немцы, корейцы, итальянцы, а теперь остались живыми только мы. Как быстро жизнь научила всех этих ветеранов, тренеров по выживанию, специалистов по разведке и диверсиям и прочих ресторанных вышибал простой истине. Не воюйте с русскими. Впрочем, большинство русских даже не видели. Судьба дала им еще один шанс подумать над тем, стоит ли заниматься убийством людей за деньги в чужой стране. Наемники или ЧВК? Хочу коснуться еще одного достаточно важного для понимания ситуации вопроса. Наемники работали на ЧВК или это действительно дикие гуси, которые перелетают с места на место по собственному разумению, где больше корма туда и летят? ЧВК действительно работают на Украине. Для специалистов их работа не секрет. Ее просто невозможно не увидеть. Чем отличается работа сотрудников ЧВК от работа наемников? Прежде всего, ЧВК работают строго по контракту и выполняют заранее оговоренные функции. Например, охрану какого-то объекта или лица. Это совсем не значит, что участники не могут принимать участие в боевых действиях. Могут и делают это довольно часто. Но в отличие от наемников, сотрудники ЧВК никак не связаны с государством, на территории которого они действуют. Им плевать на местную армию, на то, что происходит с этой армией. Им ставят задачи собственные командиры и начальники. Они делают то, на что подписались. Вплоть до свержения президента и правительства и смены власти в стране. То есть, по большому счету, это обычная банда, нанятая кем-то для защиты собственных интересов, по нашему недавнему опыту, крышеванию, либо для устранения конкурентов. Наемники же изначально заключают контракт с государством. Это означает полное подчинение государству на срок контракта. Прекрасный пример такого контракта – французский иностранный легион. Может, поэтому Зеленский выбрал очень похожее название для украинского легиона – международный. Поэтому задачи, которые будут выполнять наемники, могут меняться в зависимости от потребностей государства. В жизни же очень часто именно такие наемники и являются теми самыми штурмовыми отрядами, которых бросает самое пекло войны. Проще говоря, пушечное мясо. Кстати, именно поэтому в сообщениях убегающих из Украины можно прочитать странную для некоторых читателей фразу «Контракт пожизненный». Для наемника это является пожизненным рабством. Дезертировать невозможно уголовное наказание по закону страны пребывания. Прав никаких. Ты не гражданин. Навоевались. Ну что можно сказать о развернутой Зеленским компании по привлечению на Украину иностранных наемников? Как и многое другое, компания с треском провалилась. Попытка перевести войну в статус международной не удалось. Те тысячи граждан демократических государств, о которых говорил Зеленский и его министр Кулеба, слишком быстро поняли, что для большинства из них война на Украине будет последней. Истории, которые публикуют в интернете, отбивают охоту даже у радикалов следовать призывам Киева. Помните историю американца Генри Хойфа? Это тот, кто вовремя увидел, что всех мужчин в военной форме пограничники останавливают, режут паспорта и возвращают на фронт. На границе любого, кто в форме, выдергивают из очереди и отправляют обратно на фронт, выцепляют людей и режут их паспорта. Так что мы сбросили форму, надели жилеты Красного Креста. А рассказ британского учителя из Кардифа, а также наемника Джейка Прайдея, который стал просто отличным репортажем о внутренней кухне наемничества, приезд в пятидневный лагерь для адаптации к местному климату и местным условиям и в бой, умирать за 7000 гривен в месяц до конца боевых действий, что-то вроде 200 долларов США по сегодняшнему курсу за право стать украинским рабом. Что же, это закономерный конец очередной бредовой идеи украинской власти. Испуганный Зеленский все больше и больше напоминает загнанного в угол зверька, который делает все больше и больше глупостей, понимая, что бежать ему некуда. Может, Нобелевская премия мира, которую ему пророчат политики Европы, хоть и ушедшие в тираж, как-то скрасит существование в будущем, если оно у него будет. Увы, но для Запада сейчас более выгоден президент-мученик, чем живой президент Украины. Наверное, пора Зеленскому нанимать ЧВК для собственной охраны и эвакуации. Случай наступления полного конца. Александр Ставер Россия развенчала имидж наемников, плачущие сверхчеловеки.